Амар Хайям Слава Амара Хайяма как выдающегося математика, физика, астронома распространилась по всему Ирану и Средней Азии. Например, на основе точных астрономических наблюдений и оригинальной системы подсчета Амар Хайям предложил календарь, который был на 7 секунд в год, точнее ныне действующего. К сожалению, этот календарь никогда не был введен, а многие математические решения Амара Хайяма, огромные достижения для того времени, были забыты на Востоке и лишь через века открыты вновь европейскими учеными. Когда умер покровитель Амара Хайяма, для поэта наступили тяжелые времена. Последние годы жизни его проходят в скитаниях. Перед смертью он возвращается в родной город. Умер он в 1122 году. Творческое наследие Амара Хайяма, а он был и гениальным ученым, мыслителем, составляет неотъемлемую часть древней таджикской культуры. Поэзию, которой принадлежит творчество Амара Хайяма, принято в современной науке называть ирано-таджикской, что выявляет роль двух ветвей иранской народности в ее создании. Первоначально она возникла на территории Средней Азии и Харасана, в среде так называемых «восточных иранцев», то есть таджиков, а затем распространилась также на территории Ирана. Таким образом, до XV века эта литература является общим наследием современной таджикской нации и нации иранской. У себя на родине Амар Хайям был больше известен как философ и математик. Как поэта его узнали лишь в XIX веке. Всемирно известное значение его поэтические произведения обретают после появления их переводов английским поэтом XIX века Эдуардом Фитцжеральдом, впервые опубликовавшим их в 1859 году. Как известно, рубаи или четверостишая Амара Хайяма представляют собой поэтические миниатюры, превратившиеся со временем в крылатые афоризмы. Послушайте некоторые из них. Возлюбленная, да будет жизнь твоя дольше моей печали. Сегодня милость явила мне, как прежде, когда-то в начале. Бросила взгляд на меня и ушла, как будто сказать хотела. Сделай добро и брось в поток, чтобы людям волны умчали. Мы пьем не потому, что тянемся к веселью, и неразнузданно с себе мы ставим целью. Мы от самих себя хотим на миг уйти, и только потому к хмельному склонны зелья. Чьё сердце не горит, любовью страстной к милой, без утешения влочит свой век унылый. Дни проведённые без радости и любви считаю тяготой, ненужной и постылой. Субтитры создавал DimaTorzok